всем привет меня зовут илья сегодня последнее видео в этом году я решил посвятить материальному материальным вещам сегодня мы поговорим о самых необходимых и полезных вещах для любого бас гитариста или гитариста в первую очередь мне показалось это актуально так как сейчас новый год кто-то выбирает подарки кто-то не знает что подарить и может быть еще пока не поздно не все письма деда мороза прочитаны и кто-то еще раздумьев и это видео может вам помочь в конце видео будут итоги уходящего года скажу несколько слов о канале так смотрите до конца а те кто это будет смотреть летом тому еще и бесплатное новогоднее настроение любой человек который хоть как-то имеет дело с гитарой или с бас-гитарой он сталкивается рано или поздно с вопросом с проблемой как же ему настроить высоту струн как же ему сменить струны как же ему настроить мензуру как же ему микро подстроить бридж убрать или прибавить пружинку на стратокастере то и тому подобное лично у меня в этом плане house лично у меня просто это все формировалось хаотично ключи у меня от разных гитар попадались сохранялись сваливались кучу хранились и до сих пор я просто беру там миллион ключей выбираю который подходит существуют такие вещи которые облегчают жизнь например определенные наборы со всеми инструментами в том случае если адский перфекционисты вас не устраивает постоянно house бардак с ключами с инструментами которые валяются по всей квартире то и компания банк специально для вас разработал такой мультиту здесь есть все очень полезная вещь кстати в качестве в том числе подарка будет здесь есть все шестигранники том числе для flight rose даже маленький он шестигранник не буду доставать для гипсона есть для анкера шестигранник специально для всяких лэсполов это дтп отверточки и те же самые анкерные шестигранники в общем удобная вещь можно положить в рюкзак можно положить в чехол и никогда не терять не терять нужные тулы они всегда будут с вами для настройки подстройки и так скажем работы с инструментом даже линейка есть конечно же существует более продвинутый набор инструментов уже с кусачками с колковертами с тряпками но ценник естественно уже будет другой и каждый тут сам выбирает что ему надо второй пункт в топе полезности у нас средства для ухода за инструментом сюда можно отнести лимонное масло сюда можно отнести паста гоя сюда можно отнести полироль сюда можно отнести еще средства для ухода за струнами чистки струк все это очень важно все это маст хэн на используемое полироль особенно круто для тех кто например хочет продать инструмент скажем будущем он рассматривает инструмент как способ вложения денег какой-то фендер американский его что может был потом подороже продать чтобы инструмент сохранял максимально товарный вид и качественно лак чтобы сохраняться максимально дальше лимонное масло понятно для чего нужен для того, чтобы очистить гриф. Паста Гоя используется, лично у меня она есть, но я ее редко вообще не пользуюсь, точнее даже не то, что редко вообще не пользуюсь. Она для каких-то металлических колков, бриджей, для полировки, для того, чтобы все это блестело, для того, чтобы все все выглядело так же хорошо. Опять же, пригодится тем, кто как вложение денег рассматривает инструмент, чтобы он максимально товарный вид сохранял. Ну, чистки струн это понятно, для чего? Чтобы струны звучали и жили дольше. Это, естественно, тоже полезная вещь. Некоторые без этого не могут и считают даже, что струны после обработки специальными средствами звучат даже лучше, чем новые. Они такие теплые, но при этом извинят. В общем, это на любителя. Специально для тех музыкантов, кто ломается голову, чем же ухаживает за накладкой грифа. Компания Ernie Ball, лучшие умы, лучшие инженеры этой компании, бессонными ночами, изобрели специально для вас данный пак, данный набор из шести пакетиков с влажными салфетками, которые, миссия которых увеличивать живучесть вашего инструмента, увеличивать долгосрочность. Особенно актуально для тех, кто думает, а чем же мне свою кленовую накладку-то, если лимонкой нельзя чистить и ухаживать за ней. Пожалуйста, вот вам. Компания Ernie Ball, хороший вариант для кленовой накладки, для лакированной, т.д. и т.п. Также есть в этой серии стринг-клинер, то же самое, как вы уже догадались, объяснять не буду, то же самое для чистки струн. И есть комбо-пак, вот такой комбо, тоже 6 пакетиков, там несколько пакетиков для струн, для чистки струн, несколько это полироль, и несколько также это для накладки грифа. Вот такой пак тоже очень прикольная штука. Пункт номер 3. Крючки на стену. Лично для меня это самый идеальный вариант хранения инструмента дома, потому что, естественно, я не живу во дворце далеко, поэтому для меня любой квадратный метр, любой квадратный сантиметр, это очень важно. И для многих людей, я думаю, тоже сохранить пространство. К тому же, если есть домашние животные, собаки, кошки, тоже этот вопрос, как скажем, болит в сердце. Лично я считаю, что хранить инструменты на стенке это самый лучший вариант. Это лучше, чем даже в чехле. У меня был такой случай, у меня долго стояла гитара в чехле, несколько месяцев я ее не брал, потом я ее достал, она просто потухла настолько, я ее разыгрывал, не знаю, наверное, месяц я ее только разыгрывал. Поэтому, мне кажется, лично по моему опыту, лучше, чтобы деревяшка дышала, это самый лучший вариант. И для этого существуют крючки разных фирм, производители. Очень крутая вещь, очень полезный и очень хороший подарок. Далее мы плавно переходим из материального мира вещей в нематериальные. Поговорим о софте, о программах, которые сильно облегчат жизнь любому музыканту, ускорят любую процесс творческий. И первая такая программа это Bandon Box, это миди-аранжировочек, который на основе введенной вами гармонии создает какие-то аранжировки в разных стилях, подкладочки, под которые вы можете играть. Там есть все аккорды, джаз, джазовые, любые. Можно учиться импровизировать, учиться делать крутой аккомпанемент в разных стилях. Вы заводите гармонию или даже скачиваете из интернета, есть готовые файлы с гармониями известных произведений. Туда открываете через эту программу и можете спокойно импровизировать или играть аккомпанементы в разных стилях. Даже на одну и ту же гармонию можно выставлять от рока до джаза, до стандартов, от латины до рэпа, хип-хоп, рнб и в общем тренироваться. Там программа выстраивает сама эти линии, даже пишет в ноты. Вы можете сами это использовать. Например, вам нужно сыграть какого-нибудь басуного аккомпанемента в вашей группе или где-то вы играете в какой-то кавер-бенде. Вы выставляете туда гармонию, стиль и он вам может прописать какую-то простую партию, на основе которой вы можете уже сделать свою. То есть программа очень крутая. Конечно, к ней относятся по-разному, потому что некоторые говорят, что она облегчает жизнь, но при этом человек не напрягается и начинает терять скилли, потому что когда ты играешь один, это круто, когда ты чувствуешь ритм сам в себе, это гораздо сложнее. Это может быть, с одной стороны, это и правда. Но для начала я могу посоветовать эту программу. Она вам поможет, в принципе, разобраться в стилях. Следующая прога еще более полезна лично для меня. Без нее не обходится ни одна моя работа музыкальным материалом, ни один мой разбор. Без нее никак нереально. Эта прога называется Transcript или Transcribe, как вам угодно. Она делает реально фантастические вещи. Через нее, например, можно замедлить время воспроизведения в несколько раз или поделить на отрезки, зациклить отрезки, увеличить или уменьшить скорость воспроизведения, понизить, повысить тональность, поставить маркеры. Те соло, которые я разбираю, фьюжн, джазовые, сложные, без нее просто нереально делать, потому что бас это инструмент низкий, его реально сложно снимать в реал тайме, его нужно обязательно замедливать. Гитару проще снимать, хотя тоже не так просто. Но с басом, если вы басист, то эта прога просто должна для вас быть основной. Одной из основных при работе с материалом, при съеме партий и тому подобное. В общем, Transcribe это вторая проба, которую я рекомендую каждому музыканту. Дальше мы поговорим о нотных редакторах. Я использую два. Это Guitar Pro и Sibelius. Каждый из них занимает свою нишу. Guitar Pro это ближе к эстраде, к гитаристам, к басистам, к барабанщикам, к рокерам. Там она гораздо проще. Если надо быстро накидать какую-то риф или партию, она удобная. Sibelius это более серьезная проба для каких-то оркестровых вещей, для дирижеров, для пианистов, которым нужно много голосов, серьезные писать партитуры, то тут Sibelius. Сейчас я работаю в основном в Guitar Pro, потому что для канала это удобнее и проще. В ней проще работать с табами, а многим людям удобны табы, поэтому Guitar Pro это супер важно и супер маст хайл. Последнее в этом празднике полезности это простой обыкновенный тюнер. Я пользуюсь обычной прищепкой, максимально простой. Я знаю, что многие предпочитают напольные педали, но, конечно, в этом есть свои плюсы. Лично для меня я нашелся в решении этой проблемы настройки, это в обычной прищепке, так как бас, я говорю сейчас за басистов, в первую очередь, бас-гитара инструмент, который не так часто расстраивается, как гитара, потому что струн толще и нормальный инструмент, нормальный бас может держать там месяц, строй нормально, его не надо там подстроить, отстраивать постоянно. Вот, в отличие от гитары. Поэтому, мне кажется, для басиста достаточно простого тюнера, не обязательно ставить напольный. Пару слов о уходящем 2019, он не был плохим, он был продуктивным в плане развития канала, в том числе, качество выросло в целом, качество картинки, качество, в целом, материала, мне кажется, подросло. По количеству просмотров, конечно, пока 2018 выше, чем 2019, но то ли еще будет, я думаю, дальше это все будет развиваться. В плане качества, главное, я смог поднять и качество света, и качество звука, и качество картинки гораздо выше, и что самое главное, качество себя, как блогера, потому что тут волей-неволей учишься, волей-неволей прокачиваешь скиллы, становится приятнее даже самому на себя смотреть, приятнее, приятнее все, становится лучше. Поэтому, в целом, у меня позитивная, позитивная осадок от 2019, будем продолжать 2020. Также в 2019 году я начал стримить на этом канале, для меня это шаг вперед, для меня это развитие канала, развитие себя, и я планирую развиваться в 2020 в этом направлении, придумывать какие-то форматы, в общем, будет над чем подумать. Сейчас 17 тысяч, почти 17 тысяч лайк на канале, это, конечно, по меркам современного YouTube не так много, это маленький каналчик, но тут важно не количество, естественно, я понимаю, что у меня тематика бас-гитарная, гитарная, довольно узкая, у меня не будет там никогда миллиона, скорее всего, не будет двух миллионов, у меня там ни политика, ни игры, это не такие темы. Естественно, я понимаю, что канал не будет таким популярным, но здесь важно, на самом деле, даже не количество, а, естественно, а качество аудитории, мне нравится, что аудитория приходит постепенно, изучает мой канал, изучает меня, это не просто там какие-то школьники на хайп какой-то дешево пробежали и все, с ними даже поговорить нечем, а именно, нормальная, качественная аудитория, Которые сами тебе подскажут Если тебя что-то поинтересует В этом самый кайф То, что меня действительно радует Особенно хочется поблагодарить людей, которые поддерживали меня донатами в этом году Без вас бы все было гораздо хуже Может быть даже и вообще не было Потому что материальная составляющая сейчас в наше время очень важна И очень приятна И тебя очень стимулирует И очень дает веру в себя То, что твое дело, которое ты делаешь Приносит тебе какое-то материальное удовлетворение И это очень приятно Это очень сильно тебя мотивирует и вдохновляет Поэтому большое вам спасибо Это было супер К тому же передо мной ставят различные цели Серьезные задачи, в том числе связанные с материальными какими-то вещами Естественно Поэтому это всегда очень помогает моему каналу И лично мне спасибо Конечно же огромное спасибо за ваше присутствие на моем канале Которое сопровождается лайками, комментариями, просмотрами За то, что всегда все мои какие-то новые шаги Например стримы или новые форматы Встречаются тепло с поддержкой, с просмотрами Это очень приятно Это стимулирует на дальнейшее действие На дальнейшую работу Улучшать качество На дальнейший интересный будущий материал Который обязательно будет Что касается следующего 2020 года Не буду ничего планировать Не буду какую-то конкретику задавать вперед Потому что как лично у меня в моей жизни Всегда если я что-то запланировал Никогда так не будет Поэтому всегда надежда на лучшее и работа Всех с наступающим 2020 Закрываю 19 Всем любви, доброты, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok